всем привет с вами Марина Кляцкая и в этом видео я расскажу как я делаю вводный знак на своих работах для того чтобы создать вводный знак нам необходимо будет такая программа как photoshop я использую портативную версию ссылочку постараюсь скинуть в комментариях а также необходимо будет найти фотографию с которой мы будем работать то есть это будет ваша работа а также необходимо будет найти прекрасное оформление которое мы найдем с помощью поисковой системы ну что ж начинаем для начала и организации нашей работы мы создаем папку на рабочем столе переименовываем ее как штамп далее мы заходим в поисковую систему например яндекс и поисковой строке пишем ажурные рамки также дописываем формат png этот формат особенно тем что работы уже картинки вернее идут уже без фона и с ними проще работать для нашего водного знака они как раз подойдут выбираем любую рамку которая нам понравилась также выбираем размер рамки обращаем внимание что некоторые варианты уже идут с наполнением в центре поэтому старайтесь выбрать такой вариант там где меньше всего работы ну например вот это после чего мы сохраняем нашу рамку уже созданную папку на рабочем столе таким же образом мы можем добавить еще несколько вариантов для того чтобы в дальнейшем мы могли определиться или допустим примерить к нашей работе какая рамка будет лучше смотреться я использую одну ту же самую рамку создаю ее создала вернее ее уже один раз и везде ее добавляю единственная разница это когда просто изделие или когда это свадебная атрибутика больше никаких отличий на их рамках нету сохранившие все варианты в нашей папке дальше мы будем работать непосредственно в программе фотошоп начинаю работу в программе нажимаем файл открыть открываем папку на рабочем столе выбираем рамку которая нам понравилась открываем ее программе так она выглядит делаем дополнительный слой слой новый слой переименовывайте по желанию заливаем его черным цветом можно каким-нибудь темным и меняем местами наши слои переходим в уровне и обесцвечиваем нашу картинку нашу рамку которую мы выбрали вот таким вот образом почему она белая потому что в дальнейшем можно делать ее более прозрачной более яркой и белая рамка в принципе подходит к любой работе то есть наша работа состоит из двух слоев дальше мы пишем текст текст который мы пишем в середине нашей рамки может быть любой но самый стандартный который я считаю нужным это напишем автор изделия автор изделия дальше пишем имя фамилию автора также можете добавить группу номер телефона можете добавить свою электронную почту на всякий случай если ваша если ваша работа затеряется в интернете или ее кому-нибудь перешли человек может может легкостью сами связаться в случае если он решится сделать у вас заказ вот таким образом мы заполняем тот пробел который остается в рамке размещаем надпись по центру выключаем черный слой и объединяем видимыми именно видимыми вот таким вот образом наша наш текст и наша рамка с легкостью перемещается как я считаю что у нас стали единым целым после того как мы все сделали мы добавляем тень для того чтобы работу было действительно видно для того чтобы рамочка выделялась на фоне нашей работы наша рамка с легкостью перемещается как единый целый надпись и рамка дальше открываем находим нашу фотографию с уже готовым изделиям это может быть любая абсолютно фотография я советую делать такие водные знаки для всех ваших работ которые вы укладываете вот например выбрали вот такой вот резиночку для того чтобы фон на резинке и на фотографии вернее не был таким серым мы немножечко его освещаем добавляем яркости берем перемещаем нашу наш штампик с рамочкой перемещаем на нашу картинку он сначала может показаться маленьким это все представляет нажимаем редактирование трансформирование масштабирование и растягиваем нашу рамочку до нужного размера после чего выбираем место и нажимаем цепочку для того чтобы наши пропорции не были сбиты чтоб работа казалось более аккуратно после чего наши нажимаем enter вот вот таким вот образом у нас рамочка становится на свое место теперь сохраняем нашу работу сохранить как например на рабочий стол выбираем формат g page и сохранить выбираем размер большой маленький файл я всегда сохраняю в большом смотрим наш рабочий стол и видим нашу уже картинку со штампом вот так он выглядит я советую по максимуму засыпать на фотографии изделие для того чтобы в дальнейшем никто не мог ее просто стереть сохраняем сам штамп переименовываем штамп формат мы не меняем для того чтобы в дальнейшем мы смогли снова его открыть формат в фотошопе и он был у нас в нужном формате закрываем и таким же образом мы видим что он сохранилось и можно в любой момент его открыть вот такой вот файлик у вас должен быть всегда под рукой когда вы сделали свежие фотографии и вам необходимо их быстренько проштамповать также подписывайтесь на мой канал в ютубе и ждите новых мастер-классов а также подписывайтесь в мою группу вконтакте всем творческих успехов и и и и и и и и и